Я думаю, что это началось с цифровой информации, об этом говорили Шемен, Айнойман, 40-е годы, там проводились разные открытия, компьютерные вычисления, логика ДНК, логика пузырей, потом синтетическая биология была открыта, логика цепей, синтетическая биология сама по себе беспрецедентна в плане программирования биологических материалов. Которые не обязательно находятся в природе, но это очень интересные возможности. Потом химическое программирование, тут протоклетки. Самые интересные возможности потом в области ДНК, нанотехнологии ДНК, трехмерные структуры здесь устраиваются. Мы кое-что об этом слышали ранее сегодня. У меня много слайдов. Вот, собственно говоря, так мы определяем, что у нас тут. С точки зрения материалов, есть новые возможности для программирования материалов, обеспечения прозрачности. Вот некоторые инструменты, которые описывались не с точки зрения трехмерного, но в плане нанотехнологий. Автодеск, группа из Черчес, 3D софт для построения трехмерных структур. Так что я думаю, это вот параллельное явление в области проектирования. Вот конвергенция, что можно произвести в сравнении с тем, что можно построить. И особенно широкий масштаб идти, три дороги в виде вилки. И вот что происходит здесь в плане софт-авного программного обеспечения. Вот разные интерации, много версий, геометрий. Геометрическая сложность описывает компьютерные задачи, физические явления. Вот этот проект мы делали с Гугенхаймом, где мы симулировали магнетику в войде. Тут конкуренция между войдом и, собственно, дизайнерами. Можно вещи анализировать. Можно анализировать структурную нагрузку, предохранную, экологическую нагрузку. Можно взять геометрию, детализировать ее. Вот тут номенклатура меняется. И потом все это можно посылать. Я покажу вам вот этот видеоролик. Видите, потом этот материал вырезается. То есть здесь мы переходим от дизайна, проектирования к анализу, общения с машинами. Вот проект, который мы построили с тем, что у нас было. 150-е годовщина MIT. Но чего я вам не показывал, это вот этот момент. Это момент, когда мы напряженно изо всех сил стараемся все это сделать. И здесь мы берем подсказки из этих других дисциплин и пытаемся свести воедино. Вот левая сторона дизайн-анализ производства и правая сборка. При этом сборка остается за пределами этого уравнения. Здесь компьютерных вычислений нет. Просто грубой силой. Так что, я думаю, здесь есть два возможных подхода. Во-первых, можно автоматизировать, заменить пользователя и просто автоматизировать. Другой способ, наш способ, это можно информацию встроить в материалы, и материалы сами себя выстраивают. То есть, если вы хотите самосборку, аналогичную того, что у нас в биологическом примере, в широком масштабе, то что нам нужно? Значит, нам нужны четыре ключевых ингредиента. Первое – это отпечатки, это, собственно говоря, код, ACT, GE, все эти последовательности сверху донизу. Потом программируемые детали, программируемые детали подключаются, отключаются прямо в цеху, прямо на месте. Потом энергия нужна, и, наконец, исправление ошибок. Вот ряд проектов, некоторые тут характеристики представлены, тестирование. Первое – это реконфигурируемая цепь, это как протеины в трехмерной структуре. Вот здесь рассматривается ряд деталей, которые, видите, они воспроизводятся, направляются в разные стороны, и это дает вам определенный код. Вот, собственно говоря, программа вашей трехмерной структуры. И потом она разворачивается двухмерная в трехмерную. Я надеюсь, тут у нас видеоролик сработает, покажет это дело. То есть вы берете вот эту гибкую цепь, вы ее в произвольном порядке встряхиваете, получаете непроизвольную структуру. В результате переходите из двух в трехмерное пространство. Вторая версия мы сейчас используем для описания протеина. Вот мы в сотрудничестве с молекулярными биологами проделываем переход от двух в трехмерной сборке. И описываем, что здесь можно отметить, что можно сделать в таких моделях. Давайте этот видеоролик все-таки посмотрим. Кликните, наверное, по экрану. Так, нажмем Play. Вы можете кликнуть? Значит, это вот единая цепь, трехмерная молекулярная структура. Молекулярный биолог, собственно говоря, ее мне передал. Мы вместе разрабатывали программное обеспечение. И вот с помощью этой геометрии мы можем разработать вот эту вот цепь углов. И в результате получаем источник энергии. Это мы пробовали с водой, теплом, магнитами. Вот. И можете складывать этот одномерный объект в трехмерную белковую молекулу. Вот сейчас вы видите, это единая цепь. То есть здесь перекрестных цепей нет никаких соединений. Можно придавать магнитам различные веса. Вот здесь мы смотрим, как это преобразуется в двухмерную модель, которая складывается как самоскладывающаяся модель. И, наконец, вот целая отдельная группа, автономная самосборка. То есть отдельные части, они предварительно не соединены. И тут три основных ингредиента, которые используются. Это геометрия, привлечение, притягиваемость. И вот автодеск, это конференция, на которой мы 500 таких штук сделали. Я вам потом покажу, как они выглядят. И фактически любая из этих пробирок содержит полиовирусы, энземы. Вы можете проиграть нам видеоролик? Ну и, собственно говоря, участники на конференции могли забрать с собой такие пробирки. Берете ее, встряхиваете. Тут очень медленно сначала идет. Но нужно как следует встряхнуть. Причем с нормальной скоростью. Они вот так вот в замедленном действии. И молекулярная структура выстраивается самостоятельно. Вот мы пытались воспроизвести более крупную версию. Это конференция в Лонг-Бич. Вот видите, целая установка у нас выстраивается самостоятельно. Мы строим даже предметы мебели диаметра 3 дюйма, круглые, квадратные. То есть фактически машина, которая выстраивается, создает для нас, производит мебель для конференции. Пользователь просто приходит, он встряхивает машину, запускает ее 20 футов примерно в диаметре. Простите, в длину 20 футов. И вот вы встряхиваете ее, и потом получаете вот такие объекты. Вот такой как бы вручную. Воспроизведите этот... Давайте к следующему на самом деле ролику пройдем. Просто сэкономим время. Запустите этот ролик, пожалуйста. Итак, вот еще одна версия, которую мы отправили в Швецию. Давайте посмотрим, загрузится она или нет. Похоже, что компьютеры у нас здесь в пробку попали. Воспроизведение. Вот это мы отправили в Швецию. Это такая настольная версия масштабируемая. Значит, вы раскручиваете, и в результате происходит самосборка. Просто ролик очень медленно воспроизводится, поэтому не совсем понятно, что происходит. Но я думаю, вы понимаете, в чем смысл. То есть самая энергия вращения передается в построение структур. И таким образом материалы, детали сами себя выстраивают, строят. Ну ладно, не получается у нас ролик. Давайте пропустим его. И посмотрим следующий слайд. Можно к следующему слайду перейти? Кликните под изображением видеоролика. Да, внизу экрана. Внизу экрана, ниже, ниже, ниже. Курсор вниз переместите. Вот, кликните внизу. Вы можете курсор на самый низ экрана перевести и кликнуть. Курсор вниз экрана. Так, вот кликайте сюда. В результате слайд перейдет к следующему. Не работает. По-моему, у вас машина повисла. Ну, в общем, можно встраивать информацию в сами запчасти, в сами детали. В результате происходит некое сотрудничество. Давайте посмотрим компьютерные вычисления. В общем, здесь информация и принятие решений встраиваются в физические системы.